18 мая 2017 года закончил свой путь в мире яви Вадим Александрович Чернобров. Поначалу известие о его смерти для нас показалось выдумкой, небылицей, черным розыгрышем, поскольку не было на то каких-то видимых причин и намеков. Не сразу я решился объявить о смерти Вадима в эфире. Только получив сообщение от его сына Андрея, я понял, что это не ошибка, не злая шутка, а правда жизни. И после того в эфире были произнесены слова. Сегодня, 18 мая, ранним утром в Москве на 1952 году, после тяжелой болезни ушел из жизни главный уфолог страны, руководитель и идейный вдохновитель космопоиска Вадим Чернобров. В сообщении его родственников на странице в соцсетях говорится «Вадим, мы никогда тебя не забудем, и твое дело будет жить». Соратники Народного славянского радио и наши слушатели присоединяются к соболезнованиям родных, близких и друзей Вадима Александровича. Вадим не раз выступал на нашем народном радио в живых эфирах, где рассказывал о звездах, внеземных цивилизациях, о времени и межгалактических путешествиях. Его эфиры всегда вызывали искренний интерес слушателей, как человека талантливого, увлеченного своей идеей и замечательного рассказчика. Благодаря Вадиму люди начинают мыслить шире и многограннее. Он верил, что мы не одни среди миллиардов звезд во Вселенной, что жизнь не заканчивается здесь, на Земле. Вадим всегда останется в нашей памяти и сердцах светлым путешественником во времени. Сварга тебе, причистая, Вадим, светлого пути. В интернете появилось много видеороликов в памяти Вадима Александровича. Разные люди выразили свое личное отношение к этому удивительному человеку. На фотографиях мы видим добрый, живой взгляд искателя, мыслителя, ученого, творца. Нет, смерть бессильна перед памятью, перед любовью. Смерть – это не забвение, это всего лишь черта, рубеж, мера одного отрезка жизни и стартовые линии для новых жизненных путей. Новых путей в других измерениях, на новых землях, в новых телах, с новыми программами обучения и совершенствования, где пройденное – это основа для следующих уроков познания и божественного роста, в которых память человеческая является поддержкой и силой на пути совершенствования. Древняя мудрость гласит «О мертвом говори или хорошо, или никак». А что известно большинству людей о Вадиме Александровиче Черноброве? Кем он был для простого обывателя? Ученым-новатором, чудиком-изобретателем, первооткрывателем, исследователем, одержимым поисковиком, учителем, писателем, просто хорошим человеком? Наверное, сколько людей, столько и мнений, и каждый будет складывать свое представление из своих ощущений и опыта. 21 мая на странице Космопоиска появилось сообщение. 20 мая в Москве мы проводили в последний путь нашего координатора, великого ученого и популяризатора науки, писателя, исследователя и путешественника, главного уфолога страны, настоящего друга, замечательного, искреннего и доброго человека, Вадима Александровича Черноброва. Ушла легенда. Прощание с Вадимом Александровичем прошло на Перепеченском кладбище, там же он и был захоронен. Пришло много людей, было сказано много добрых слов памяти, все, и коллеги, и родные Вадима Александровича были едины, дело Вадима будет жить и развиваться. Мы приложим к этому все усилия, сделаем все возможное и невозможное. Вчера мы дали слово. Вечная тебе память, Вадим. Для тех, кто хочет посетить могилу Вадима Александровича. Перепеченское кладбище, участок 55, номер 4479. Для желающих оказать помощь родным Вадима Александровича номер карты 4276-3800-9396-3317, Сбербанк. И Киви кошелька плюс 7968-610-08-64. Там же опубликован некролог. Чернобров Вадим Александрович. 17.06.1965-18.05.2017. Родился в городе Грозный. Среднюю школу заканчивал в городе Жирновск, Волгоградской области. С 1980 года занимался полевым изучением аномальных явлений. В 1984-85 годах служил в погранвойсках на советско-иранской и советско-турецкой границы. Во время обучения в МАИ работал слесарем-сборщиком на заводе имени М.В. Хруничева. Участвовал в деятельности уфологической группы F.U. Зигеля. С 1988 года проводил эксперименты установками локального измерения темпа хода времени. В 1992 году закончил МАИ, защитив дипломный проект перспективной космической транспортной системы с нереактивным двигателем, электромагнитной рабочей поверхностью. Вадим Александрович закончил аспирантуру МАИ. Работал редактором отдела науки и техники газеты «Российские вести» и в газеты «МАИ – пропеллер» – приложение «Апогей». С 1997 года возглавил общественное экспедиционное объединение на настоящее время ОНИОО «Космопоиск». Под управлением ВА Черноброва проведено более 750 экспедиций для полевого изучения широкого спектра быстро протекающих непериодических явлений и исторических загадок. Заслуги Вадима Александровича в поиске мест падения космических тел признаны ЮНЕСКО. Результаты исследований представлены в более чем 50 книгах, написанных ВА Чернобровом с 1993 года. Своей исследовательской и просветительской деятельностью ВА Чернобров практически заменял структуры Академии наук, Министерства образования и спецслужб, не имея не только государственного, но и вообще никакого внешнего ресурсного обеспечения. Самые тяжелые в истории нашей страны годы, его энергия, его страсть, его способность привлекать и зажигать людей дали нескольким тысячам человек смысл жизни. Александров Сергей Викторович, зам координатора, а ныне ИО координатора «Космопоиск». За этими скупыми строками – жизнь человека, своей энергией и целеустремленностью, сумевшего зажечь сердца многих тысяч людей по всему миру, своими мыслями и идеями, объединившим огромное число единомышленников, своими высказываниями, заразившего многих желанием думать и рассуждать, искать непознанное и разбираться в найденном. На сайте «Космопоиска» выложено сообщение от Андрея Черноброва, написанное после похорон тела Вадима. От всей семьи хочу выразить большую благодарность всем тем, кто приехал проводить в последний путь В.А. Черноброва. Людей было настолько много, что многие даже не поместились в церкви. Сообщений все так же много. Потихоньку отвечаю. Но все равно вас сотни. И спасибо каждому за ваши слова поддержки. Читаем всей семьей. В семье был поднят вопрос по поводу создания памятника на могиле моего отца. Поэтому в скором времени будет объявлен конкурс на лучший эскиз памятника. Бюст или в полный рост, пока под вопросом. Все зависит от денежных средств. В любом случае памятник можно будет делать только в следующем году. А заливать фундамент нужно в сентябре-октябре этого года. Также хочу отдельно сказать о космопоиске. Некоторые люди, наверное, не понимают, насколько сложно потерять самого родного человека и уже начали делить организацию или говорить о моей деятельности в этой организации. Прошу понять меня правильно. Сейчас у меня просто нет сил. Как моральных, так и физических. Я, как и остальные члены моей семьи, просто истощены. Поэтому просьба не поднимать в ближайшее время этот вопрос. По возможности буду заниматься вопросами организации, новостной лентой. Возможно, и лично постараюсь присутствовать на разных сборах. Еще раз всем спасибо. И тем, кто приехал, и тем, кто просто почтил память, так как находится на другом конце земли и просто не смог или не успел приехать. Спасибо каждому человеку. Я знаю, что мой отец явился катализатором для вас многих. И лучший способ не забывать его – это работать честно и добросовестно, как это делал он. Продолжать работать над тем, чему он отдал большую часть своей жизни. Сын Вадима Александровича. Чтобы понять отношение к Вадиму соратников и близких людей, можно прочесть еще несколько записей с сайта Космопоиска. В группу ВКонтакте идет нескончаемый поток соболезнований в прозе, в стихах, в видеороликах. Светлой памяти Вадима Черноброва. В жизни света дается на донышке. Добираем его мы взаймы. У романтиков – смелых мечтателей, бередящих сердца и умы. Мы берем полной горстью и доверху, и не скажем спасибо порой, а мечтатели лишь улыбаются, ведь живут они мирой иной. Норовим провалиться в обыденность и зависнуть в пустой суете, но зовут нас в походы искатели, к горизонтам, к заветной черте. Нам тепла в этом мире не додана. Много нас, но по сути одни. Для того к нам приходят романтики, согревая прохладные дни. Но порой умирают мечтатели. И всегда это больно и зря. И тогда сиротеет печальная, опустевшая тотчас земля. Сиротеет земля одинокая. А так хочется снова взаймы. И тепла, и улыбок. Но максимум светлой грусти вдыхать нам дымы. В жизни счастье стяжаем не поровну, Забываем добро иногда. Но пусть память о смелых мечтателях Ярким пламенем светит в века. Вечная память тебе, Вадим Александрович Гарри Никопо Он улетел навечно в космос. Он улетел, поднялся высоко, Он улетел навечно в космос. Полет нормальный, все хорошо. Не надо только слез печальных. Космос так красив, и звезды здесь мерцают, Вдали уже земля, вдаль я поднимаюсь. Гляжу на вас звездою, Я вижу, как печальны вы, А мы на земле лишь гости, Здесь мы ненадолго. Прощай, земля, И космос встретят Мерцанием больших и малых созвездий. Посвящается памяти Черноброва Вадима Александровича Герман Бондаренко Как жалко, что уходят люди, Которых ждали мы всегда, Таких, увы, Немного судеб. Бегут минуты, как года, Открывших занавес под тайной, Коснувшихся запретных врат, Поймавших тот момент Случайный, реальный, Но невероятный, И приняв знания страшный яд. Ушедших соном беспокоит, Я снова вижу их вокруг. Есть вечность. Будем же достойны Их памяти, мой добрый друг. Алексей Пожарский Такие люди, как Вадим Александрович, Не рождаются случайно. Они летят на землю с высоты. Их жизнь окружена глубокой тайной, Хотя они открыты и просты. Глаза таких божественных посланцев Всегда печальны и верны мечте. И в хаосе проблем их души Вечно светят тем мирам, Что заблудились в темноте. Они уходят, Выполнив задания. Их отзывают высшие миры, Неведомые нашему сознанию По правилам космической игры. Они уходят, Не допев куплета, Когда в их честь оркестр Грает тушь, Актеры, музыканты и поэты, Целители уставших наших душ. В лесах их песни Птицы допивают, В полях для них цветы Венки совьют. Они уходят вдаль, Но никогда не умирают. И в песнях, И в стихах своих живут. Оксана Маркова Нет слов, Осталась только горечь, Печаль в душе, Что жизнь так коротка, Но дело под названием Космопоиск Оставил нам, Оставил на века. Людмила Кравчук В памяти Вадима Александровича Черноброва Это случилось со мной шесть лет назад. Произошло все, как в сказке. Ко мне вернулось детство. Время полное солнца, Радости, Любви, Веселья, Приключений и загадок. Впервые увидев тебя, Я произнесла про себя. Он существует. Я ликовала, Вслушиваясь вкратчиво В удивительные рассказы О твоих путешествиях. Я со своими новыми друзьями Внимали каждому твоему слову. Мир обретал новые краски. Под нами было огромное небо. И мне казалось, Что ты будешь жить вечно, Вадим. За все тебя благодарим. Валентина Леонтьева Вадим, Страшная весть Май семнадцатого Был непростым. То метели шли, То дожди. И внезапно читаем в сети, Что сегодня скончался Вадим. Все мы в шоке. Надежда жила, Может, кто-то так пошутил. К телефону. Звоним. Как дела? Это правда, Что умер Вадим. Скорбью сжало вдруг Наши сердца. Было трудно сказать Пару слов. Нам казалось, Не будет конца. Вновь услышим его у костров. Но, увы. Все, смиритесь. Ушел. Побежала слеза по щеке. Мир затих. Кто-то пьет корвалол. Кто-то тихо сидит в уголке. Он прожил интересную жизнь. Замечательных полную дел. Даже мы рядом с ним изменились, Расширяя сознание и пределы. Он был ярким примером для нас. Как исследовать мир научил. Тайн вселенной огромный запас Он, насколько успел, приоткрыл. Помню, вот, на объект мы хотим, Созываем побольше людей. Каждый спросит, А будет Вадим? Если будет, Идут веселей. Его дело продолжить спешим. По неведомым тропам пойдем, И всегда с нами будет Вадим. В сердце, в памяти мы принесем. Константин Уточкин Комментарии под видео, Хоть и не столь поэтичные, Но в них раскрыто отношение людей К тому, что произошло. Alex.org Очень жаль, Что так рано уходят сильные личности, Идейные вдохновители, Которые не ради денег и славы, А ради любимого дела Идут по своей жизни, Как настоящие герои. Не так давно я сожалел Об Андрее Склярове. Теперь Вадим Чернобров. Как-то стало пусто В мире загадок и тайн. Почему так происходит? Несправедливо. Уфо Ньюз. У меня тоже пустота на душе. Новость ошеломила. Первая мысль. Этого не может быть. Это не может быть правдой. Целая эпоха исследований Непознанного Ушла вместе с Вадимом. Елена Устюшина. Светлая память Вадиму. Человек с большой буквы. С большим сердцем И широкой душой. Сколько он еще не сделал. Светлая память. Соболезнования родным. Крепитесь. Сирк. За последние полгода Сколяров и Чернобров. Странно как-то. Вечная память. Юлия. Очень странно. Чернобров вообще не пил спиртное. Какова причина смерти? Алла Жуковская. Полагаю, что они очень близко подошли к разгадке. Соболезную всем близким. Дмитрий Маликов. К разгадке чего? Алла Жуковская. Бытия. Юлия. Скорее всего, рак. Вид у него какой-то нехороший на недавних фото. Наростана лице борода, чтобы скрыть, наверное. МЛН. Да как-то я еще от смерти Склярова не отошел. Атерра. В этот день еще умер основатель проекта Венера. Жак Фреско. Алекс С. Любимцы богов умирают молодыми. Забыл, кто 2000 лет назад еще из Римлян сказал. Наталья 1948. Я тоже слышала, что хорошие люди и там нужны. А как же нам без них жить? Алекс С. Но как там Кобзон в коммунистическую свою конъюнктуру пел? Будут новые победы, станут новые бойцы. Исполнение фальшивое, но суть верная. Виталий Микеров. Как же так? Саша от Ушилин. Да ладно, неужели правда? Царство небесного. Ося Кацман. Соболезную родным. Рано уходим. Светлана Большакова. Талантливый, умный, красивый, молодой, творческий человек. Куда они все уходят? Почему так рано? Что или кто зовет их в дальние пути? Становится даже не по себе, как вспоминаешь, кто за последнее время ушел. Наверное, этому всему есть какая-то причина. Благодарю, Вадим, за все, что ты подарил человеком на этой земле. Андрей Халманских. Интересный мужик. И как увлекательно рассказывал о своих исследованиях. Надеюсь, путь его лежит туда, чем он жил, к звездам. Сергей Климов. Он стал что-то говорить то, что не позволено знать электорату. Его убрали. Наталья Нима. Есть такая штука в астрологии. Прохождение лунных узлов, точек осознания смысла бытия и проверки жизнью на вшивость. Она называется «Правильно ли мы выполняем кармическую программу?» Полная инфа есть в Одноклассниках. Если интересно, то есть раскладка по годам жизни с пяти лет и до примерного ее окончания. Плюс-минус полгода. То есть, например, пятьдесят один год и два месяца после рождения, как точка отсчета. Это означает, все что-либо значимое происходит в пределах указанных дат. Каждые пять лет фактически сдается экзамен. И у Черноброва, смотрите, попадает в эти даты. Болезни, потери, даже смерть. И как жаль, что такой ранний уход жить бы, да жить. Программы очень интересные были всегда. Дай Бог ему милости, родным утешения. Нина Майорова. Безмерно жаль. Таких сообщений множество на разных сайтах, форумах и соцсетях. Среди массы постов попадались вкрапления злорадствующих недоброжелателей, видимо, не понимающих, что посеянная сегодня грязная мысль обязательно даст свой урожай липких зловоний, пожинать которые придется сеятелю и его родственникам. Но это их дело, их уроки. Я им не судья. Грязное слово не способно скрыть добрых деяний человека. И чем дальше от нынешнего дня будут прошлые поступки, дела, тем более точно они начнут проявляться в нашей жизни и жизни наших потомков. Я же благодарен жизни за то, что встречал и встречаю на своем пути таких замечательных людей, как Вадим. С ним мы быстро нашли общий язык. В разговорах не было звездного ломания, набивания себе цены, высокомерия или намеков на избранность. Общения в передачах из-за эфирами были легкими, дружескими и добрыми. Планов у нее было много, но планы планами, а жизнь все расставляет по своим местам. По делам твоим и награда путь в Наве определен был тобой еще при жизни и путь этот к свету. Потому нет у меня на сердце скорби, нет печали и тоски, ибо незачем скорбеть по тому, кто выполнил свое предназначение и продвинулся вперед на своем золотом пути восхождения к Творцу. Добра и света тебе, Вадим, во сварге предчистой. Умерших память чтить, а чтящим память жить. Быть добру. Субтитры создавал DimaTorzok